Хрен вам теперь, а не Даркнет. Всё, гайки закручиваются. Роскомнадзор ещё по старинному решению суда заблокировал в России основной сайт Тор, позволяющий многим из вас обходить блокировку различных запрещенных сайтов и, естественно, пользоваться Даркнетом. Казалось бы, это лучшая реклама Тор от самого креативного рекламщика в России, Роскомнадзора. Но всё несколько серьёзнее, чем вам может показаться. Вот что за жизнь у наших торчков. Купил в Даркнете каких-то веществ, пошёл забирать, а там не на ход. Пошёл на сайт, чтобы пожаловаться, а там уже не заход. Ладно, шутки шутками, но всё-таки Тор был весьма полезен не только для ходячих солевых, но и для многих из нас. Потому что хоть где-то должна быть эта грёбанная анонимность. Поэтому сегодня мы рассмотрим эту тему. Кто виноват, что Тор заблочили? Возможно ли такое, что его заблокируют полностью без возможности обхода? Что в таком случае делать? И как это всё повлияет на российский сегмент Даркнета? Слушайте внимательно, будет занимательно. Покажи, 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 покажи мне. Ещё 3 декабря, а это буквально совсем недавно, IT-специалисты сообщили о возможной блокировке сервиса Тор у части пользователей России. Особенно часто жаловались пользователи мобильных операторов в Москве. Общественная организация Роскомсвобода сообщила, что первые жалобы на блокировку появились 1 декабря. А на сайте мониторинга цензуры в интернете по всему миру говорится, что сервис не работает в России со 2 декабря. Как ж так вышло-то, блядь? А вечером уже 6 декабря на GitLab опубликовали предположительно уведомление от Роскомнадзора владельцам Тор. В нём говорится, что если владелец не удалит запрещенную информацию, сервис внесут в реестр запрещенных сайтов. Что именно нужно удалить, не ясно, но не будем притворяться дурочками, запрещенного контента там полно, и как его можно было бы снести одним махом, лично мне непонятно. Здесь идеально подойдёт диалог вроде «Ты должен удалить запрещенную информацию». Я и есть запрещенная информация. И 8 декабря всё, Тор заблокирован. Всё пропало. Вообще странно, что на удаление дали только 2 дня, и даже не предупредив, что у них так мало времени. Хотя стоит заметить, что доступ к сайту проекта ограничили после публикации обращения команды Тор. В нём они призвали пользователей поднимать серверы, чтобы россияне оставались на связи, и назвали происходящее цензурой. В качестве обхода блокировок сети команда предложила использовать мосты. Для граждан из России опубликовали отдельную инструкцию, как это сделать, а также ссылку на зеркало сайта. Также представители Тор Проджект обратились ко всему интернет-сообществу с просьбой распространять информацию о Тор, его зеркалах и его блокировке на территории России. Отдельно они обратились за помощью к русскоговорящим пользователям. Разработчики просят их присоединиться к сообществу по локализации и помочь ему с переводом различной документации, в том числе и документов поддержки. В обращении команда Тор также потребовала от международных правовых организаций оказать давление на Россию, чтобы правительство отменило цензуру. Отменить цензуру в России даже звучит смешно, но им не понять, это наша локальная тема. Но почему Россия так важна для Тора? Чем мы можем быть так полезны? Пока нет данных, почему разработчики Тор так активно взялись за распространение информации о блокировке сервиса на территории России. Но, скорее всего, это связано с тем, что на Россию приходится значительная часть ежедневной аудитории проекта. Согласно статистике, каждый день Тор использует около 300 тысяч россиян, не желающих мириться с решением властей по блокировке нужных им сайтов. В процентном соотношении это около 15% от общемирового числа пользователей Тор. При этом можно обратить внимание, что в реестре регулятора было лишь одно упоминание сайта Тор Проджект, связанное с решением Саратовского районного суда от декабря 2017 года. Согласно записи, блокировка сайта не предполагалась, хотя судья добивался именно ее. Теперь же он все-таки заблочен. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? Как пишет Роскомсвобода, блокировка все же связана с решением судьи. Однако совершенно непонятно, почему регулятор решил вспомнить об этом деле спустя 4 года после принятия решения по нему. Вообще мощность Саратова просто поражает. Тор и Саратов. Так нелепо смотрится в одном предложении. Раньше такое могло встретиться в заголовке вроде «Полиция Саратова с гордостью сообщила о том, что был пойман закладчик, использующий западную технологию Тор». Это одновременно очень смешно и грустно, что какой-нибудь суд нижних проституток Усть-Залупинской области может решать, что банить на территории всей страны. Это пиздец. Вообще вся актуальная информация по этой теме и многим другим будет в телеграм-канале «Легальный Даркнет», ссылочка в описании. И так как мы немного отошли от темы, перед тем, как рассказать о том, как это все повлияет на сам Даркнет, я без угрызения совести порекомендую вам одного человека, который занимается сливами. А сливает он различные курсы, причем даже те, которые стоят огромных денег. По этим курсам я учу английский, совершенствую свои навыки в видеомонтаже, а мои знакомые учатся программированию и таргетингу. Направлений уйма и уже слито больше 40 тысяч курсов. Skillbox, Skill Factory, Geekbrains, Udemy, XYZ, Яндекс.Практикум и так далее. Обычно курсы там стоят больших денег и нужно платить за каждый курс отдельно. А этот парень сливает все эти курсы в один закрытый телеграм-канал, вход в который стоит всего 500 рублей. То есть за доступ ко всей этой огромной базе вы заплатите меньше, чем за один самый дешевый курс на любом сайте. Ссылка на этого человека есть в описании и в закрепленном комментарии. Можете написать ему любое сообщение в телеграме и получите в ответ всю необходимую информацию. И при желании вам скинут все возможные доказательства. Если что, я отвечаю своей репутацией, я сам пользуюсь этими курсами и доволен как слон, так что рекомендую. Какой балдер! Так вот, что произойдет с русским Даркнетом? На самом деле, точно говорить не получится, и если я вдруг ошибаюсь, то не нужно будет через год приходить сюда и писать в комментариях, что я обманщик, потому что это всего лишь мои прогнозы. А вообще писать комменты нужно, и после просмотра этого видео, обязательно напиши, что ты думаешь про всю эту ситуацию с блокировкой Тор. Даркнет. Думаю, все мы прекрасно понимаем, что если брать в расчет именно темную сторону интернета, то для России самым актуальным направлением являются запрещенные вещества. В частности, особой популярностью пользуется один самый крупный сервис. Не буду озвучивать название того самого сайта, про который вы и так прекрасно знаете. А если и не знаете, то в общем-то и хорошо. Да, там есть не только вещества, но все же в России на текущий момент есть большая проблема именно с ними. Часть населения, в основном молодежь, закупают там товар, а потом по несколько часов ходят по городу в боевой готовности в любой момент сделать заднее сальто. А другая часть молодежи идет работать кладменами и с огромной вероятностью ломает себе жизнь, так как это прямой билет на зону. Малолетние дебилы. Это малолетние дебилы. Если вдруг и не будет возможности хоть как-то обойти блокировку Тор, то торчков все равно меньше не станет. Часть из них найдет анонимные альтернативы. Все-таки они же как-то разобрались с Даркнетом и Биткоинами. А другая, более тупая часть начнет действовать в наглую, и это может негативно сказаться на окружающих. Стоит понимать, что в Даркнете уже все было налажено на то, чтобы любой торчок, даже у которых котелок уже совсем не варит, мог спокойно зайти туда, куда хотел, и заказать то, что хотел. Забери у него эту возможность, и он не пойдет лечиться, я вас уверяю. Он сотворит что-то ужасное. И я надеюсь, что мои опасения по этому поводу не сбудутся. В целом, можно спокойно ожидать, что прирост запрещенных товаров и услуг в Телеграме значительно увеличится, и это будет очередной камень в огород Дурова. Че? Чео, бля? Это че за хуйня? Сотворил ли Роскомнадзор что-то полезное, заблокировав Тор? Сомневаюсь, но хочу узнать ваше мнение, так как я вполне возможно что-то упустил и чего-то не учел, поэтому пишите свои комментарии. На этом можно закончить. Советую глянуть другие видео на моем канале. Например, последнее видео очень плохо зашло по просмотрам. А также подписаться на Телеграм-каналы, там много интересного и полезного. А еще напомню, что в описании и в закрепленном комментарии есть контакты человека, который сливает курсы. Программист, дизайнер, таргетолог, СММщик и так далее. Есть курсы практически по всем направлениям и для любого возраста. Школьники, студенты и взрослые люди. В общем, в описании и в закрепленном комментарии есть ссылка. Пиши и получишь в ответ всю необходимую информацию. А на сегодня все. Спасибо за просмотр. Не забывайте про лайки, комментарии и подписку. Будьте осторожны и не занимайтесь херней. А я ухожу. Ухожу красиво. Спасибо за просмотр.